ну что привет давай мы узнаем кто представься пожалуйста как тебя зовут сколько тебе лет на кого учишься на каком факультете на каком курсе ладно у девушек мы не спрашиваем я зовут катя я учусь на четвертом уже курсе лингвистики что там еще сколько лет мы опустили этот вопрос на него мы не отвечаем хорошо откуда ты приехала я приехала можно сказать из воронежской области город росыш красивое название почему именно заокский да правда прошло уже четыре года а может и больше прошло уже пять прошло уже пять лет лет прошло да почему заокский на самом деле это очень сложный вопрос но наверное вот потому что я никогда не планировала сюда поступать это получилось очень так спонтанно может быть сначала я поступила на интенсивный курс сначала вот я не думала что дальше буду продолжать но потом как-то так получилось и вот здесь но я не жалею на самом деле это очень классное время здесь проведенное и когда я встретила светлану и лично петрищеву она мне очень много рассказывал про интенсивный курс нами так вдохновила и думаю да надо на год съездить заокский окунуться в эту атмосферу побыть здесь и потом я как-то решилась дать егэ и поступила на лингвистику получается ты поступил на лингвистику потому что тебе ее хорошо разрекламировали но мне больше разрекламировали интенсив да а лингвистика как-то как-то так получилось вообще с языками я не могу сказать что я дружу и вообще всю жизнь учила немецкий и первые мои столкновения с английским то было на интенсивном курсе все так уже хорошо его знали тот английский этом пыталась алфавит выучить ну в общем интересненько есть очень много разных стереотипов о заокском а заокском как поселке заоксом как университете сталкивалась ли ты с какими-нибудь стереотипами если да то если не секрет с какими ну может быть это связано с питанием что говорят там не вкусно в заокском кормят но на самом деле здесь очень вкусно кормят особенно если ты дружишь со столовой не зрозят ты просто отлично в общем но мне кажется только это ну или может быть иногда говорили про ну заокские находятся поселки наверное здесь образование не очень но на самом деле очень крутые преподаватели образованные но это наверное у кого-то для меня это не стереотип это хорошо вот вспомни переместимся на 5 лет назад и вспомни твои первые впечатления если теперь не сложно на самом деле я в заокском уже было до этого очень много раз всякие конгрессы съезды и я не помню своего первого впечатления но ты приехал и ты такая вот все я теперь студентка вау или же не было очень страшно мне было очень страшно наверное потому что это был первый год когда я жила без родителей и не было так все сложно к этому привыкать вот первый семестры я помню что это были просто слезы и хотела домой хотела все бросить но потом как-то нашлись друзья и стала жизнь лучше отлично вот и получается поступил сначала на интенсив потом ты уже почти четыре года отучилась всего пять лет и что тебе дал заокский за это время учебы или что тебе дала учеба за все это время что-то новое может быть интересное дала я выучила английский но не могу сказать что я его выучила английский азовский и дал проблемы с гастритом ну наверное когда ты находишься дома с родителями которые у меня папа пастор и как бы ты все время находишься в служении ты служишь и может быть отчасти ты не понимаешь почему ты служишь наверно потому что так надо но когда приезжаешь такую вот тоже но заокский в эту атмосферу ты уже сам за себя уже сам все решаешь принимаешь решение и наверное здесь больше научилась принимать сама личное решение и строить наверное отношения с богом потому что дома как-то это проще все равно папа собирает на служение утром вечером а здесь уже нужно самой этим всем заниматься вот есть у студентов ну в принципе у людей преподаватели или же просто люди которые тебе нравятся есть ли у тебя любимый преподаватель ну или же предмет если есть могла бы ли ты поделиться это очень такой сложный вопрос потому что с каждым преподавателем какие-то свои особенные отношения все равно я не могу мне очень сложно кого-то выделить но я скажу что у нас все такие классные на самом деле преподаватели это как чем бы их сравнить может быть какой-то сундук с драгоценностями и все такие заботливые внимательные очень мудрые и хочется этому уже у каждого научиться поэтому я не знаю кого выделить я не буду никого выделять хорошо из твоего ответа можно понять то что нелюбимых преподавателей у тебя нет нет это очень хорошая новость вернемся к теме учебы именно со мной учебы есть ли у тебя долги если есть ты можешь не называть какие или же просто не называть что они есть у них нет ничего себе ты очень ответственно да это хорошо но может быть это в чем-то и минус например долгов нет но при этом я посвящаю больше время учебе и мне не остается времени на что-то другое участвовать какой-то заокской жизни вот но зато у меня нет долгов это очень здорово ты учишься на лингвиста и пойдешь ли ты работать именно по профессии пока что наверное нет у меня есть первое образование колледж я закончила педагогический и я бы наверное хотела вот эти два образования своих совместить работу вот именно с детьми мне хочется заниматься с детьми и как-то преподавание может быть совместить с английским не в школе наверное не в школе это еще не точно не утверждать но я бы хотела заниматься английскими детьми ты отучилась на педагога а направление начальные класса ничего себе если вдруг будет вакансия небольшая рекламочка у нас есть готовый педагог ты говорила что у тебя ну как ладно как я поняла у тебя очень мало свободного именно времени на себя мне в принципе вообще нет совершенно даже по субботным вечером знаешь самое классное время для студентов наверно в заокском это пятница потому что пятница особенно вечер того же сходить skydome и ты просто отдыхаешь морально когда приходит вечер субботы ты вспоминаешь про учебу и те когда отдыхать получается ты отдыхаешь только в пятницу вечером да я живу от пятницы не знаю как то это даже семестр для меня очень сложно как бы все четыре пять лет до сложные но сейчас прям очень потому что последний курс наверное последние курсы такие и предметы сложные вот и в принципе мне дается учеба сложно но учимся все время учебе посвящаем но ничего скоро там работа будет все время работе но все равно надо немножечко времени на себя то есть ты не играешь в настольные игры играю когда срываем пара какая любимая твоя настольная игра уна уна знаю может быть это банальная игра но мне так нравится очень да ну еще есть тотем хватать нужно в общем тотемчик хватать и забирать что-то людей быть выигрыш это хорошее на самом деле качество когда ты стремишься прям к выигрышу у нас за окском за свои пять лет здесь учебы ты наверное видела очень много разных мероприятий какое тебе прям понравилось или запомнилось любишь ли ты вообще эти мероприятия ходить туда и ходишь ли ты в свое время свободное прошлом году кажется был конгресс здесь летом позапрошлом году был карантин позапрошлом было очень классно еще меня попросили тоже в нем поучаствовать быть лидером группы это для меня было немного ну что-то новое и так нервишки прям вообще вот но мне кажется в за окском все даже вот визна была это что-то все время необычное это постоянно что-то новенькое интересное захватывающее за окске в этом вообще молодцы надеюсь карантин в каком-нибудь году закончится и у нас опять начнутся разные мероприятия молодежные съезды у нас есть три церкви ну как бы две в за окске это 2 и 1 община 1 община я недавно узнала что это храм который находится макнилосе искай дом это в целом 1 община вот в какую ты ходишь в поселок во вторую ой в третью я запуталась поселок или поселок очень редко вот но в основном в храм скайдом я люблю ходить скайдом в пятницу какая-то такая тоже особенная атмосфера в субботу в храм так все торжественно величественно мне очень это нравится чем чем тебе нравится именно вот скайдом по пятницам и храму по субботам чем они отличаются то что так прям разделила их потому что там приглушенный свет такая полу такой полумрак и я очень люблю быть незаметной сидит и темноте ну вообще там своя это можно сказать две разных но не то что две разных церкви просто формат разный и каждый мне очень нравится и молодежный тоже свои может быть и гимны какие-то особенные вот и в храме тоже очень классно мне нравится в храме и этом член церкви надо получается если первое это в общем хорошо я думаю тоже такое всем известное понятие всем известные понятия сова и жаворонок кому ты себя больше отнесешь к сове или к жаворонку никому никому потому что просто я человек да и человек просто я такой человек который спит слишком очень мало и все время работать потому что мне нужно учиться учиться и могу там не спать ночью потом день работать потом пятницу просто упасть и ничего не делать просто потому что нет сил а если не смотреть на учебу там каникулярное время ты больше спишь или до поздна или ты рано встаешь наверное я рано встаю значит и жаворонок встаю как-то уже привычка рано вставать я уже говорила на эту тему с предыдущим человеком который я брала интервью у меня было такое мнение о заокске до того как я переехала сюда что здесь все слишком серьезные и они не умеют смеяться так вот скажи свое мнение шутит ли в заокском в заокском шутят очень часто шутят но к сожалению я не всегда понимаю эти шутки вот и хорошо когда есть друзья которые просто объясняют мне каждую шутку поэтому шутят столовая столовая это место которое объединяет как тебе столовая и скажи на пожалуйста свое любимое блюдо столовая классное место очень мое любимое блюдо это я очень люблю сметанку и картошку картошку со сметанкой могу кушать просто три раза в день у меня просто последнее время вообще как я уже говорила живот побаливает он гастрит привет мне сказал и вот я последний месяц в основном сижу на картошке со сметанкой это на самом деле очень вкусно я тоже очень люблю к сметану блюдо номер один сметана и картошка про кофе вопрос задавать не буду ты его не пьешь скорее всего я не люблю я не люблю запах очень не люблю запах и мне поэтому да я не пью кофе сладкое любишь нет совершенно не люблю опускаем вопрос ой такой интересный вопрос надо включить немножечко свое воображение готова представь вопрос представь что ты вдруг стала ректором нашего университета и что представила что бы ты изменила или же чтобы ты оставила так как есть оба даже не знаю мне настолько все тут нравится но все бы оставила так ну может быть я помню когда то не помню когда через них был проект про поднебесье чтобы дам сделать место для студентов для отдыха то мне кажется было бы классно его вернуть возобновите все совершить я думаю мы можем это немножечко записать и передать нашему руководству для их галочки чтобы они вспомнили об этом ну что ж последний такие вопросы завершить завершающие что для тебя за окский бессонные ночи а еще за окский это классное место просто классное место и и так все здесь нравится раньше может что-то не нравится сейчас уже все нравится не знаю это друзья это классные воспоминания просто будут после если я вдруг уеду может останусь все равно это будут классные воспоминания вот и в конце можешь ли ты дать какой-нибудь совет абитуриенту который сюда хочет поступать ну что я могу сказать если вы планируете приехать в заокский не думайте что здесь прям будет все так легко просто но на самом деле это очень классное место для становления может быть своей личности можно найти новых друзей очень классных дружите со столовой обязательно найдите там себе друзей имеют кто там работает а вот не копите долги лучше не поспать но все сдать вот что еще пожелать просто приезжайте сюда потому что как я говорила уже про преподавателей это такое но для меня подарок наши преподаватели это вообще и наверное какие-то пары я бы хотела бы так повторить потому что просто насладиться этим общением с преподавателями их отношением их такой любовью внимание это как может они преподают свой предмет что-то необычное это все спасибо большое кати что пришла к нам ответил на что пригласили надеюсь мы еще как-нибудь увидимся за этим прекрасным столом поговорим о том что произошло после окончания учебы как сбылись планы или не сбылись спасибо большое